Салют, друзья! Сегодня разбираемся в медицинском туризме. На душе приятнее спасать людей. Компания, которая стартап, но уже привлекла инвестиции и генерит деньги. Сколько зарабатывать? Да, слушай, это обязательно. Да. Больше миллиона долларов наши пациенты вместе ставят. То есть вы с деньгами не работаете? Он платит в клинику, клиника оплачивает нам комиссию, комиссия не влияет на стоимость для пациентов. Компания Bukimed. Мой гость сегодня Женя Козлов. Он имеет богатый опыт в диджитал маркетинге. Я занимался агентским бизнесом с 14 лет. Специфика агентского бизнеса. Клиент, который постоянно недовольный. Спросим про интересные вещи в прошлом. Сколько максимум получалось вынимать из этого бизнеса в месяц? 20-40 в таком диапазоне. Вы плохо разошлись, я так понял? Нет. Вы общаетесь сейчас? Нет. Его комментарий на INI, что вы украли отдел по аутсорсу для московской компании. Как можно украсть отдел? Обязательно, конечно, обсудим модель Bukimed. Какой процент роста годовой сейчас тебя устроит вообще? X3. Какой сейчас максимальный чек? Это пересадка сердцем ленки. Отдельная страна и отдельный мир это СНГ. Меня удивляет вероятность ошибки здесь. Китки со стороны больницы были? Короче, у меня есть подарок классный. Мы сделаем для самого яркого вопроса, интересного вопроса, мы сделаем чекап. Смотрите обязательно, не переключайтесь, ставьте лайк и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Смотрим. Смотрите продолжение в следующей серии. Субтитры делал DimaTorzok Да, только комиссия. У нас есть какие-то небольшие эксперименты, когда мы от клиник получаем рекламный бюджет, но это нельзя назвать прибылью, это можно считать как рекламный бюджет, который они нам отдают, что мы его классно потратили, сделали и промо. Основной источник это комиссия от лечения, скором оси лечения. Какие еще варианты? В маркетплейсах вариант это на рекламе зарабатывать, это продавать какие-то адс размещения вверху, но сейчас в принципе клиники очень деревянные, они не готовы за это делать, платить. И кроме этого у нас не такие еще масштабы проекта, чтобы можно было на рекламе что-то существенное зарабатывать. Мы пока фокусируемся на прямой модели комиссии, у нас алгоритм ранжирования клиник рассчитан на то, что клиники высвечиваются по конверсии. То есть условно говоря клиника, которая больше всего выбираемая пациентом, она будет находиться вверху. Это такая своеобразная наша внутренняя релевантность, поэтому мы никакие туда ЭДЗы не подмешиваем, сейчас там такая органическая атласная выдача клиник. А что еще, например, билеты, авиа, вот это вы можете закрывать? Мы это делаем, это составляющая наша как бы саппорт функции, которую мы сопровождаем пациента, мы ему помогаем с этим, мы ему можем забронировать билеты. Зарабатываете с этого? Нет. Почему? А зачем? Но вы же можете брать комиссию с компанией, которая продает билет, не с людей, понятное дело. Это не кор-функция, мы на ней вообще никак не сосредотачиваемся, мы часто делаем из Украины бесплатный билет. На бесплатных билетах невозможно заработать. Есть программа от МАО, которая называется под крылом, она разрешает пациентам лететь на зарубежное лечение бесплатно. Ты придумал Букимед, когда был в Израиле? Да. Ты делал чекап, правильно? Да. Это диагностика, которая, как правило, проводится раз в год, по-моему, да? Ну, рекомендуется? Рекомендуется тогда, когда ты хочешь ее сделать. Это не обязательная какая-то история, это ты чувствуешь, что ты здоровый, хочешь знать, что ты здоровый. Ты едешь делать чекап, это один день. Хорошо. Сколько это стоило в том случае? Тысячу с чем-то долларов. Всего? Да. И это полная проверка? Это специальная программа, которая делается первая, если в рамках первой программы ничего не обнаружили, тебе больше ничего не надо делать. Это один этаж, это 7 или 8 кабинетов и ты пробегаешься по этим кабинетам в течение 3-4 часов. Кровь, УЗИ, анализы, осмотры, это все тебе делают за несколько часов, ты платишь за это тысячу долларов и получаешь полностью развернутую картину своего организма. Тебе дают рекомендации еда, питание. То есть ты еще с этим уезжаешь? Не просто здоров? Тебе дают статус и дают рекомендации. По еде это что может быть? То есть количество белков, углеводов, вот такая история? Это могут быть общие рекомендации. Для меня было то, что я запомнил. Израильские доктора советовали кушать разноцветную еду. Рацион должен быть насыщен разными цветами еды. Там обязательно зеленый, красный, чтобы если много у тебя фруктов, овощей, которые разноцветные, это считается самый такой идеальный здоровый вариант еды. Интересно. Сколько стоит в сравнении с Израилем в других странах? Турция будет самая классная цена. Это будет в диапазоне от 500 до 1000 долларов. Германия будет чуть дороже в пределах 2000. Но на самом деле цена очень сильно зависит. Если там какой-то такой молодежный чекап, то это самый дешевый. Чем старше, тем дороже стоит. Глубже проверка? Да. Хорошо. Ты в марте этого года в фейсбуке писал, что столкнулся с проверкой в Украине, с диагнозом каким-то. Потом ты поехал за рубеж. Я вот сейчас, чтобы не спаллерить, давай полностью историю. Короче история такая, что я был на осмотре у доктора-терапевта. Плановый был? Обычный просмотр или нет? Не совсем обычный, потому что у меня там горло чуть першило, я постудился. У меня там простуда длилась 3 дня. Я пошел к доктору, она услышала, что какие-то есть звуки в сердце. Отправила меня на чекап кардио. Сделали чекап, сказали, ой, мы такой диагноз сами не ставим, идите в Амосово. Поехал я в Амосово к самому крутому доктору, который делает УЗИ. Он мне там выписал диагноз, который на всю жизнь и на таблетках, и какой-то очень ограниченный во времени этот диагноз. Я пришел сюда в офис. Ребята увидели, что я какой-то там офигевший. Начали допрашивать. Я рассказал эту историю 2-3 дня, джал я себе, никому ничего не говорил. Дома тоже не говорил? Дома сказал, здесь не говорил. И мне сказали, что это трэш какой-то, это не похоже на тебя, поэтому езжай в Германию, я тебе сделаю чекап. Я приехал, мне где-то за 3 часа доктор сказал, что это фейк. Просто фейк? Ошибка. Не продиагностировали правильно, сделали УЗИ как-то похабно, решили таким образом себя вести в этой ситуации. Я причины не знаю. Хоть почему местные доктора светил и сделали такую топоревую ошибку, но это реальная ошибка и все. Мне там выписали таблеточки, я их там попил и у меня все проблемы ушли. Короче постанов в точке G нет, вы в курсе. Но очень часто бывает, что практически каждый раз я с гостями, мы еще куда-то едем, что-то еще обсуждаем какое-то время и иногда что-то вспоминаем интересное. Вот сейчас Женя упомянул, что у него есть интересный кейс. Именно ты сказал, что американцы, когда не могут решить проблему, это не традиционка какая-то или что? Не традиционная медицина или как? Короче, американцы, которые обращаются, они ищут альтернативное лечение, когда им дома не могут помочь. И в чем заключается интересная история, пациент не мог вылечиться в США, он прилетел в Украину, он прилетел на стволовые клетки, он до этого 7 или 10 лет не видел, он вылетал с Киева, он увидел город, он увидел это своими глазами, у него появилось зрение. Стволовые клетки это не доказательная медицина, ее нет в США, она есть в Киеве. И это тот случай, когда она сработала. Прикольно, интересный кейс. Вы прибыльные сейчас? Прибыльные. Сколько зарабатываете? Это тонкий вопрос. У нас сейчас пациенты тратят больше миллиона долларов. Больше миллиона долларов наши пациенты вместе тратят. Хорошо. Средний процент? Большинство клиник это от 5 до 15%. То есть таким образом можно посчитать ваш доход? Как-то можно. Как-то можно. Несмотря на то, что у нас экономика положительная, у нас есть дебиторка. У нас очень длинный цикл от того, когда мы покупаем трафик и достаем деньги. Это занимает полгода. Полгода. Поэтому у нас очень много денег валится в дебиторке и за счет этого нам нужно убрать деньги, чтобы стартануть. Хорошо. Как прошел этот процесс, если можешь коротко, привлечение инвестиций? С первого дня, когда вы с партнером Жени решили, что вам они нужны, и до момента, когда вы подписали? Очень просто. Вначале свои тратили, потом уже какая-то выручка пошла. Нам дали очень классный совет. Ребята, у вас нет денег, но у вас есть клиники, которые вас заинтересованы. Возьмите у них денег. Мы пошли ко всем клиникам, они нам начали давать депозиты. Очень существенные деньги на тот момент. Каждая клиника могла нам дать по 2-3 тысячи долларов. Беспроцентно? То есть просто? Они давали их наперед. Дальше они с этих денег списывались комиссии. Таким образом мы получили достаточно год. Мы прожили на этих депозитах. Потом мы как-то под всю канву стартапов решили пройтись под ресторан. Не было цели привлечь какую-то конкретную сумму, не было цели сколько мы хотим продать, но была цель познакомиться с ребятами и мы прошлись через всю украинскую инвесторскую тусовку. После этого была очень классная пауза 2 года. За 2 года нас там периодически кто-то мариновал. Инвесторы нас просили сделать такой отчет, такой отчет. Они сами приходили или вы к ним? Мы к ним приходили, они нас мариновали. У нас трекшн был очень маленький и они нас начинали типа вот вы покажите это, покажите то. И у нас там половина времени разработки уходила на проект, половина времени мы какие-то отчеты для инвесторов колбасили. Нас этими презентациями в принципе достали и мы перестали активничать. У нас пошли свои деньги, свой трекшн появился и на этот момент у нас там инвестиции вообще ушли. Мы перестали этим заниматься. Потом произошло интересное событие. Мы поддерживали отношения с Aventures. В какой-то новый год мы сделали итоги года презентацию. Презентация внутреннего формата. Там были номинации, лучший сотрудник, лучший специалист, самый большой чек пациента, в общем куча номинаций. И мне показалась эта презентация яркой. Я ее отправил в фонду. И после этого был ответ давайте пообщаемся еще раз. После этого была рекомендация от Хотянова знакомого Сосоева по поводу нас. И мы начали уже более плотно общаться. Сколько времени прошло? Полгода. Полгода. Полгода мы обсуждали сделки. Все люди, которые привлекают инвестиции, все мои гости, коих уже немало, слава богу было и будет больше, все говорят, что не за это время, время обсуждения выпадает нормально из бизнеса. Было так? У нас это занимало процентов 15-20 времени. Мы не выпадали из бизнеса. Но все-таки это немало. У нас были интересные встречи. Я тебе больше скажу, у нас за этот период был рост бизнеса хороший благодаря фонду. Период общения, правильные вопросы. У нас гости были, которые тоже с одной стороны гости рассказывали какие у них есть свои проекты. У нас был парень Алан, у него компания hire.com. Валуэйшн 500 миллионов. Он к нам приходил, делал презентацию на всю компанию, как они запускали свой стартап, это было до сделки. Мы какие-то истории оттуда впитывали, мы их начинали у себя внедрять. Что сейчас в мире, в современной медицине тебя больше всего удивляет? Отдельная страна, отдельный мир это СНГ. Меня удивляет вероятность ошибки здесь. Меня очень сильно удивляет израильская медицина, потому что она всегда имеет какие-то свои подходы, они уникальны, они какие-то свойственны только для Израиля. Они часто там на 3-4 стадии делают какие-то очень хорошие вещи. Меня удивляет Азия. Азия очень прогрессивная. В Азии уже часть есть клиник, которые работают на платформе IBM Watson, где назначают лечение уже нейронков. Считываются данные пациента, смотрится его вся медицинская история. То, что доктор не может себя в голове обработать. IBM Watson это прекрасно делает и назначает лечение. Он выдает для пациента 4 варианта лечения. Пациент смотрит и говорит, первый вариант агрессивный, второй вариант более сдержанный. Пациент сам выбирает. Но рекомендации, которые делаются IBM Watson, они точнее, они быстрее, они лучше, чем это делает обычный доктор. Это Chief Security, но у него сейчас обед. Во-первых, надо сказать, что она живая, потому что тут кто посмотрел уже 15 минут начало видео, может подумать, что... Смотрите, у него обед, он спит. Как зовут? Напомни. Буки зовут. Гость сегодняшней точки G. Еще один. Ты сказал, что ты приезжаешь с ним в среду только, да? Да. А чего? Только в среду? В среду дома уборка и он больше отсюда не любит. Поэтому я вынужден у него забирать. У нас в принципе всегда такой формат семей. Детей приводят, собак приводят. По пятницам тоже такое делаем. Хорошо. Скажи вот сейчас в том, что вы продаете, преобладающая история это продажа, когда человек заболел, я так понимаю, или есть там процент чекапов большой? Основная масса это когда человек заболел, это у нас процентов 70 в выручке, это когда я заболел. Но сейчас набирает потихоньку направление чекапов, в диагностике люди начинают задумываться о том, что вместо болячки лучше заранее поехать провериться. И есть еще какие-то неургентные направления, это ЭКО, это пластика, такие направления у нас тоже есть. Нельзя называть, что человек заболел, но он просто хочет что-то сделать с собой. Китки со стороны больниц были? Да, были. Расскажи. Была одна сеть клиник в Турции, она нас бросила, мы ее отключили. У нас очень простая политика, если нас бросает, мы считаем, что они также себя будут вести с пациентами. Это типа диагноз культура компании всей и мы ее выключили. Сколько потеряли? Это было давно, это было три года назад, это были тысячи долларов. Тысячи? Тысячи, да. Как вы вообще скорите, может проверяете сейчас клиники? Как проходит этот процесс? У нас есть ревизия клиник. Наши ребята, они катаются постоянно по всему миру, они смотрят клиники. Они смотрят, изучают, общаются с докторами. В общем, они ее для начала оформляют полностью в фортрет клиники сами. Это как агентские туры? Знаешь, как ездят в отели смотреть тур агенции? Да, финансово в этом участвует клиника и в принципе это наша такая классная плюшка для всех ребят. Они рано или поздно едут в клинику и путешествуют и смотрят, как все на месте происходит с пациентом. Очень классно, мы в процессе начинаем добивать информацию, когда нам отзывы прилетают. У нас каждый пациент, который прошел лечение, к нему идет запрос на отзыв, он там рассказывает, как все на самом деле было. Часто к нам доктора сюда приезжают. Раз в месяц, два раза в месяц приезжают какие-то доктора, которые начинают рассказывать для наших докторов, как работает их клиника, какая специфика. Номер один, сейчас скажи, если можно, ваш источник привлечения трафика. Сиоха. Так и думал, кстати. Это твой бэкграунд просто из-за этого? Да, там в принципе проект вначале для поисковика был очень классный, но поэтому для людей был очень страшный. Мы там три года прожили на такой структуре, которая была не заберная до ужаса. Но трафик у нас с первого дня и трафик в первую очередь благодаря контенту. У нас очень нормальный штат контента, у нас 15 человек. Они делают расследование, какие факты о клинике самые интересные, какие нюансы есть. Они это все узнают у клиник и выкладывают на сайт, публикуют. Мы очень много пишем, поэтому у нас трафик за счет контента очень классный. Сеожный именно? Да. Какой общий трафик сейчас на сайте? По-моему, где-то по 200 тысяч в месяц сейчас. Это на ру и на ком? Это тотал. Это общий? Да. 200 тысяч всего? Около 5-6 тысяч. Лидер в мире он на 40% сейчас больше, чем мы. Примерно до 10 тысяч трафика у них есть. У нас динамика в моем очереди, догоняем. Органики оттуда сколько? Процентов 80. Мы чуть-чуть покупаем трафик, но с этим есть специфика. Там PPC она урегулирована в этой тематике, не так просто. Там надо делать корявенькие ленинги, вытачивать разные слова из них. Поэтому у нас PPC очень мало. И мы сейчас играемся, тестируем в Facebook. А что еще, кроме этого? Я видел просто, что вы делали YouTube год назад и потом забили походу. Да, мы делали YouTube, мы не смогли понять, как он на нас работает. Хотя просмотров дофига. Ну немало, десятки тысяч я видел. Я не зарабатываю на просмотрах и мы не смогли понять. Брендовый трафик не добавился, переходов с YouTube канала не появилось. То есть не увидели просто связь между этими просмотрами и какими-то результатами для проекта. То есть ты сейчас считаешь, что видеомаркетинг для вас пока не работает? Я считаю, что мы это делали плохо и мы сейчас будем делать новую историю. Мы сейчас клиники будем снимать, ездить каждую клинику, снимать как выглядит операционная, как внешне выглядит клиника. Всем привет, меня зовут Камран, я старший врач координатор Буки Мед. Сегодня мы направляемся в клинику Технон в Барселон. Клиника это очень визуально красивая история, особенно в сравнении с тем, как выглядит наша клиника. Поэтому мы хотим эту картинку передать пациенту. В этом месяце уже съемка начинается. Расскажи про мобильную историю Буки Мед. Сколько у вас трафика из мобильных устройств? 60. Что делаете сейчас? Приложение, адаптивка, что лучше, что больше? У нас 60 процентов, у нас работает адаптивка. Мы ее перед всеми гугловскими мобайлфорст историями разгоняли. Я не скажу, что мы там добились какого-то совершенства. У нас желто-зеленый. Это у всех? Да, но есть не у всех, бывает красный. Ну да, я к тому, что в смысле зеленый сложно получить, если там не исхитряться бредом. У нас процентов 60 страниц зеленые имеют и есть 40 термознутых. И мы от этого за профитерей очень классно был апдейт в марте. Мы за один апдейт получили плюс 40 трафика. Вот это когда стал мобайлфорст? Он еще не стал, но уже какие-то факторы из него начали работать. Еще до релиза, но видно было, что что-то поменялось тогда, да? Да, я там в позициях и во всех этих историях трясусь каждый день самостоятельно. Их там обновляю, смотрю. То есть ты SEOшишь на компании? Подрабатываю. Это обычно по утрам, пока не проснулся, обязательно аналитикс посмотреть, позиции обновить, вебмастерку зайти. Это ритуал, который я никогда в отличие от остальных не забываю сделать. И мы получили 40 процентов роста. Круто. В один день. Жирно. То есть было 4 тысячи, стало там 6 условно? Да, где-то так. Хорошо. А Яндекс в СНГ вам трафика нормально сейчас дает? Нет, его доля маленькая. Его доля маленькая, она уменьшается. С ним мы не нашли общий язык и перестали как-то учитывать. Хорошо. Часто я спрашиваю у своих гостей, как вы хеджируете риски, принимая оплату в разных валютах. При этом многие компании не только получают выплаты в разных валютах, но и платят, например, своим вебмастерам. В этом случае логично сэкономить на конвертации валют. В системе капиталист есть удобный инструментарий. Заводите деньги, например, в долларах и отправляете своим контрагентам в рублях, в гривнах, в евро. Неважно, любая страна, любая валюта. Ссылочка вот тут вот снизу в описании под видео. Приятного просмотра. Дальше. У вас половина штата доктора? Можно посчитать, но 40 человек у нас докторов. То есть меньшая половина айтишников, офис-менеджеров и другого стаффа, а большинство доктора все-таки? Сейчас половина доктора. Что делают доктора? Доктора ведут пациента от начала до конца. У нас сейчас структура отдела докторов следующая. У нас есть отдел Pre-Sale. Они делают моментальный звонок пациенту. Мы очень стремимся к сервису быстрому, классному. После реквеста, правильно? Да, после реквеста мы сейчас выходим на цифру 5-10 минут на то, чтобы связаться с клиентом. По миру? Да, по миру, но есть специфика. Это во время с 7 утра до 10 вечера. Мы пока еще не работаем полноценно 24 на 7. Мы делаем быстрый звонок. Эта задача у нас в отдел называется Pre-Sale. Он очень квалифицированно опрашивает пациента, пытается понять, какая его медицинская потребность. Задает медицинские вопросы, формирует анкету. Дальше следующий отдел, это отдел уже сейл. Там работают доктора с опытом. Они знают, какие для конкретного пациента медицинские решения по всему миру лучше. То есть они эту карточку пациента от Pre-Sale обрабатывают. Они подбирают, какие есть варианты лучше всего. И начинают эту историю всю предлагать пациентам. Сейчас мы запускаем еще отдел Support Success, который будет сопровождать пациента после того, как он принял решение с нами ехать. Мы сейчас делаем билеты, мы сейчас делаем пациентам отели, мы сейчас делаем для них какие-то логистические вопросы, когда они поехали в страну, но мы сейчас это переводим в отдельный департамент, который будет заниматься только этим, то есть специализируем. Хорошо. В деньгах вы участвуете? То есть человек, когда платит, он кому платит? Тут все очень просто. Он платит только в клинику. А билеты? Билеты, отели? Билеты он сам покупает, то есть мы ему ссылки бросаем сегодня. То есть вы с деньгами не работаете? Мы с деньгами клиента нет, мы их не берем. Он платит в клинику, клиника оплачивает нам комиссию, комиссия не влияет на стоимость для пациента, он если идет в клинику, если через нас у него цена не меняется. Есть такие случаи, когда у нас цена ниже. Это как спешл офферы, как у Booking. Спешл офферы у нас тоже есть такие, когда специальная договоренность и через нас дешевле получается. Вы, кстати, не раз уже, по крайней мере, в пресс-релизах ссылались на Booking, а-ля Booking для медицинского туризма. Почему так обалдеете от этой компании? Что тебе там так нравится? Или так проще объяснить людям? Во-первых, это ассоциативный ряд сразу же создается. Во-вторых, на момент, когда придумывалась идея Booking Med, я Booking уже гениус имел и у меня часто были какие-то траблы, которые я решал через поддержку Booking Med. Она работает классно. Отель не понравился, по какой-то адекватной причине тебе следующий отель. Мне кажется, что это очень клиентоориентированная компания, поэтому Booking у нас это пример номер один. Отлично. Как работаете с негативом в сети в вашу сторону? В нашу сторону был только один негатив. Расскажи. Пациент написал о том, что ему не понравилось, как у него прошло лечение в Израиле. Ему не понравилось, как его встретили. Там на самом деле были проблемы. Мы извинялись, мы в принципе не можем ничего сделать, кроме извинений, но по большому счету проблема была только в сервисе. Не было никакой проблемы в лечении, он не начал даже лечение. Мы извинились, у нас была какая-то разборка на виси вокруг этого. Это единственная история, где это перешло в публику. На самом деле недовольные пациенты это очень редко в нашем случае. Хорошо, скажи личное качество, которое тебе больше всего помогает в бизнесе. Я обучаюсь очень жестко. Мешает какой? То, что я обучаюсь, у меня много идей и я их не заканчиваю. Но ты их начинаешь? Конечно. Ты пробуешь их спускать на уровень ниже сотрудникам или ты начинаешь их сам всегда, закачивая рукава и вперед? Я всегда их начинал сам. В какой-то момент я понял, что это ломается. Когда ты сам начинаешь и человек не заряженный идеей, он не знает, как ее завершить. Он не мотивирован ее завершить. Поэтому у нас сейчас культура целей у специалистов. И я им подкидываю идейки, как можно эти цели выполнять. Я получаю свои идеи. Они их делают, потому что у них есть цель, которая идея приблизит и таким образом работает. Когда я сам начинаю делать, я бегу на короткие дистанции. Вопрос про твое прошлое с агентским бизнесом. Хороший вопрос. Прошлое было хорошее, значит вопрос тоже. Ладно, давай тогда так. У тебя два опыта бизнесовых в плане агентств? Да. После этого ты решил делать продукт-маркетплейс? Да. Ты наигрался в агентский бизнес? Тебе надоело? Там мало денег? Какие причины? Перечисленные все как-то участвуют в моем решении. Наигрался? Наигрался. Я занимался агентским бизнесом с 14 лет. Мне сейчас 29-15 лет, условно я в этой неделе просидел. Он очень ограничен. Он реально ограничен городом. Даже не страной, а городом. В нем есть куча нервотрепки, которые… Специфика агентского бизнеса – клиент, который постоянно недоволен. Есть еще очень важный фактор. У агентского бизнеса нет денег. Нет денег на нормальных сотрудников. Нет денег конкурировать с стартапами Global. Агентский бизнес – это всегда текучка кадров. Это всегда школа, в которой есть какая-то планка, после которой дальше сотрудник выпускается в другой проект. Я не видел ребят, которые задержались в агентском бизнесе 5 лет. Собственников? Нет. Сотрудники есть. Собственники как раз это те, которые держатся. Но основной объем, ребят, он крутится, какое-то время обучается. Агенции – это на самом деле очень крутая школа. Это все время какой-то стресс и движуха, которые становятся специалистами очень быстро. То есть у нас в стартапе нет такого давления, как есть в агентстве. Но при этом планка очень ограничена. Я думаю, что в агенции линейные специалисты – это порядки 1000-1500 долларов, не больше. Это даже могут быть какие-то руководители с таким бюджетом. Любой глобал проект, работающий из Украины, может предложить специалисту значительно больше денег. Хорошо. Значит, когда ты был в SEO-студии? Сколько максимум получалось вынимать из этого бизнеса в месяц? 20-40 в таком диапазоне. Это по старому курсу было очень хорошо? Это в долларах всегда хорошо. Ты всегда верил в доллары, кстати? Я не то, что верил, но мы индексировали. Хорошо. В промо сколько получалось? В промо у нас был очень эконом вариант запуска. Мы разошлись и вся технология осталась по большому счету в SEO-студию. Но со мной перешли все классные топы, специалисты. И объем денег у нас был небольшой, много надо было строить, поэтому очень мало получалось. Это было что-то такое на уровне поддержания. Вы плохо разошлись, я так понял? Нет. Плохо разошлись это когда бизнесы просто сдохли в этот момент. Вот это плохо разошлись. Вы общаетесь сейчас? Нет. Твой бывший партнер Виталий Цуд, вы вдвоем были? Да. У вас были равные доли? Да. Вы сейчас не общаетесь? Мы сейчас не общаемся. Но его комментарий на ИНИ, что когда ты уходил в что-то, перед этим вы украли отдел по аутсорсу для московской компании. Не будем называть ее как. Вижен такой ситуации. Я понял. Он так это увидел. Это неправда? Ну как можно украсть отдел? Это шоу какое-то было, тут сидит отдел и вообще не стало? Нет. Там была специфика, короче это долгая история. На самом деле мы отделились и отделение произошло сначала с отделом, который работал под Россию, а потом две компании разрезались и разошлись. Ты в моменте, пока еще букиметом серьезно не занимался, пожалел? Что так случилось или нет? Хоть раз? Нет. Это не тот случай, на котором можно жалеть. Это тот случай, который очень классно произошел наш развод. И очень много татуировок набилось на руках, ногах и голове. Что такое партнерство? Что такое партнерство сейчас? Это надо любить партнера. Короче, включение номер два, ребят. Мы заговорили за клиентский бизнес. Я Жене чуть-чуть рассказал, как раньше получалось зарабатывать на клиентах. А он рассказывает, как в SEO-студии получалось зарабатывать на клиентах, сильно это автоматизировал. Да. Что ты рассказал только что мне? Давай кратенько. Потому что мы уже общаемся три минуты, по-моему, на эту тему. Для того, чтобы заработать 300%, нужно было продать и все. И смотреть, как система работает. Мы написали полностью софт, который подбирал слова, ссылки закупал, тайклы автоматизировал. Он все делал под ключ, трафик рос. Мы на SAP начали тратить где-то 50 тысяч долларов в месяц. У нас просто уходило на ссылки. И это все было подкреплено где-то, наверное, 300-400 клиентов у нас уже тогда было. Сколько выжимали из этих? 50 тысяч тратили? Сколько выходило на выходе из клиентов? Мы X3 брали. X3? Да, мы брали X3 и, в принципе, за счет того, что это все делал скрипт, когда один SEO-шник мог на себе спокойно тащить 50 проектов. А сколько времени вы вот так проработали, что это работало еще? Не, ну до пингвина. Давай конкретно. Сколько лет зарабатывали вот таким образом, можешь сказать? Сколько лет? Это длилось где-то 4 года. 4 года. 4, вот можешь тебе помножить. Сколько клиентов было? На пике было 600. В это время было где-то 500 клиентов. Когда был старт Промо, был параллельный старт Буки Меда фактически? Там дистанция в несколько месяцев. Очень, очень короткая. Как ты занимался проектами на старте? Это же Unreal. В течение трех месяцев была там миграция 90% в Буки Мед, 10% в Промо. То есть фактически я не занимался в Промо. Я в Промо занимался на начальном уровне сделками. Мы завлекали каких-то крупных клиентов. Я ездил на эти встречи, я делал эти сделки. Постепенно, 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 постепенно мое время в Промо там сократилось. Ну, 10% я, наверное, преувеличил. Но процентов 30 я занимался в Промо, 70 я занимался в Буки Меда. Когда ты вышел из Промо и на каких условиях? На условиях того, что вышел. С деньгами? Нет. Без долгов. Давно? Где-то полгода назад. То есть в начале 2018 года? Да. Как вы разошлись там с Евгением? Евгений Сарюк был партнером. Мы с ним разошлись так же, как и разошлись с Антоном Федотким. Мы все пошли в разные стороны. А кто владеет Промо сейчас? Федотким. Понял. То есть Евгений тоже ушел? Да. Хорошо. Я вообще кайфую из таких штук? У нас получается, да, здесь сейчас выведены все заказы, которые приходят на сайт. То есть они приходят с лендингов, с ру домена, с английского домена. Здесь вот показано количество коллбеков, которые мы должны совершить в конкретное время дня. Короче, это SLA, Service Level Agreement формат, в котором мы видим сколько мы заявок получили, где мы все сделали вовремя, где мы сделали не вовремя. Красная зона это немножко у нас есть баг. Сейчас он не совсем корректно работает, но когда он работал корректно, он показывал сколько пациентов мы набрали вовремя так, как мы хотим, как быстро мы пациентам отписали и какие-то оперативные данные, сколько у нас было заказов за предыдущий день, какая структура этих заказов. Я правильно понял, что это сторонний сервис Tableau или как он называется? Да, Tableau. Хорошо. Это сторонний сервис? Да. Я просто первый раз вижу? У нас была первая версия своих. Мы напилили его сюда. Потом для их поддержки надо было отдельные программисты. Мы решили, что проще платить 30 долларов в месяц и использовать. Скажи, я вижу English, Russian. Получается, что количество заказов на русском? Есть еще Азара, это в основном арабский маркет. А испанские страны? Нет, у нас нет испанского. Почему? Очень большая аудитория. Еще не сделали просто. Повторюсь, в десятый раз мы оттачиваем наши внутренние воронки сегодня. Хорошо, значит в воронке сейчас акцент на English, русский и арабский. Правильно я понял тогда? Нет, акцент сейчас идет на русский и на английский. Арабский мы на уровне MVP тестируем. Слушай, но я вижу, что количество лидов, это правильно я понял? Да, это количество лидов. Так оно одинаковое? 52, 42, 54. У русских больше 72 и 50 это не одинаковые? Нет, я вот сюда смотрю, допустим ВИГ-24. Смотри, 52, 42, 54, ну плюс-минус. То есть они как-то... Да, но есть просто специфика того, что англоязычные это весь мир, а 52 это Россия, Украина и Беларусь. Да, у нас там очень классное покрытие по СНГ и весь мир, он на самом деле должен быть в разы больше, в десятки раз больше, чем СНГ. Но сейчас у нас он меньше, чем СНГшная история. Но цифра соизмеримая. Хорошо, так это не прикольно, мне кажется. Мы ABO тесты не делаем, но то, что мы делали, раньше это была история... Мы записываем все движения пользователей на сайте, где какие странички пользователь смотрел, как он мышкой водил, что он нажимал. И на основании этого мы делали скоринг, который определял психотип пациента. Условно есть пациенты, которые хотят быстро поехать на лечение, но они об этом не говорят. Но если посмотреть, как такой пользователь, как такой пациент себя ведет на сайте, он себя ведет очень быстро. Он мышкой делает сумасшедшие быстрые движения, он на сайте за одну минуту умудряется 3 страницы там и оформит заявку свою. Поэтому мы вот такой эксперимент проводили. Это не совсем ABTS, но мы из сайта вытаскиваем информацию, какая потребность пациента, насколько он настроен ехать на лечение, какие у него интересы, он очень быстро. Я понял. Отличный, кстати, кейс. Правильно я понимаю, что эта информация сразу падает людям, докторам на саппорте, которые первый раз connected? Сейчас эта информация не падает, потому что у нас новые сайты, там эта штука слетела. Но раньше эта информация была первоисточником, как работать с этим кейсом и кому работать. То есть был скрипт конкретный? Скрипт у доктора в смысле программа что говорить и какой доктор должен с ним говорить? Какой доктор? Мы давали рекомендацию, какой человек лучше всего отработает такое обращение пациента. То есть если нужно urgent, то нам нужно дать доктора, который может сделать все очень быстро. Поэтому мы на основании этого подбирали координаты для пациента. Коорд-центр прям тут? Вот. То есть фактически люди как работают? Через обычный мобильный телефон? Правильно? Я понимаю или как это работает? Нет, неправильно. Мы сидят в гарнитурках. У нас входящая линия это порядка 10-20 звонков в день. Немного получается? Немного, потому что у нас люди на сайте заявку оформляют и мы им перезваниваем. То есть входящих звонков мы делаем намного больше. Поэтому они подключены. Они видят у нас пациент заказывает какое время он хочет получить звонок. Ребята к этому времени готовятся, изучают его информацию и во время перезванивают. Хорошо, а сколько исходящих делать? Мы можем посчитать, если у нас где-то порядка 200 обращений, то 200 звонков делаем. КПА есть? Сколько нужно делать? КПА звонков вообще никаких нет. Какие есть КПА? КПА это конвенция, это основная КПА, которая есть у доктора. Его задача докторов в начале, когда мы запускались, они были замотивированы на деньги. Мы эту ситуацию посмотрели со стороны и решили, что это неправильно, потому что деньги могут повлиять на выбор клиники, а клиника дороже и не всегда лучше для пациента. Мы выпилили мотивацию денежную у координаторов и оставили им мотивацию конверсию. То есть они заинтересованы в том, чтобы хорошо обслужить пациента, чтобы он в итоге поехал, чтобы он в итоге выбрал любую клинику. Нам не важно сколько он заплатит, нам не важно какая комиссия будет, нам важно, чтобы он поехал. Какую сейчас ты считаешь конверсию нормальной? Какой ты доволен? Мы будем довольны, когда у нас будет 10. Сейчас у нас не 10. Сейчас у нас до 5. До 5? Да. То есть 10 ты считаешь нормальной после звонка, правильно? Да. 10 это ближайшая наша цель, это тот фокус, который у нас будет квартал, два портала, сколько понадобится для того, чтобы она выполнять. Сколько вы сейчас готовы платить за заявку, которая дойдет до того, что человек потом поедет лечиться? В CPE вы не участвуете нигде, по-моему? Мы в CPE не участвуем и на самом деле вопрос по заявке очень... 200 долларов готовы заплатить? Да, готовы. Сколько? Хорошо, это был вопрос для удочки. Сколько готовы? 200 точно готовы, раз ты сказал так. Сколько готовы на самом деле? И почему не идете в партнерские сети, например? Есть проблема с этим. Любые заявки, которые конвертируются не у нас, люди не понимают, кто им звонит потом, люди не понимают, что это за компания, то есть здесь очень важно, чтобы человек чувствовал, что он обращается в букинет. Хорошо, но я не про white label сейчас. То есть я так понял, ты говоришь сейчас больше, когда кто-то к себе встроит эту функцию, а я сейчас про то, когда люди направят просто вон трафик, и вы отдаете там фикс за завершенную уже сделку потом с больницы. Да, я думаю, что это порядка до 100 долларов. До 100? Да, больше не могу. И вы готовы платить после того, как человек уже оплатил в больнице? Смотри, мы сейчас не готовы, мы сейчас так теоретизируем, но в принципе это очень сложно. Но это очень серьезный драйвер роста. Все такие компании, мне кажется, проходили через коспо и экшен. Это зависит от того, какой у них приоритет. Какой у вас? Если приоритет компании сейчас это сверху воронку надувать побольше, если внутренняя часть воронки, если средина воронки работает хорошо, то да. У нас сегодня очень большой потенциал именно в средней части воронки. Сегодня между лидом и пациентом у нас есть очень большая разница и мы работаем сейчас над тем, чтобы эту разницу сократить. Можно пить в офисе, алкоголь, бухать? Просто если тебе после этого не надо будет работать на линию, то правда. Так что утром у нас ребята не пьют перед работой. Хороший ответ. А в целом вечеринки в офисе? Да, бывает. По пятницам очень любим кальян покурить. Прям ритуал какой-то каждую пятницу. Видишь, барная стойка, но не просто так. В одном из интервью ты говорил еще до того, как его прочитать, у меня созрел вопрос, почему вы работаете на вне, а не привозите условных англичан сюда лечить зубы во Львов? Потому что здесь договора подписывают полгода. Есть условно известная клиника Львовская. Сделаем рекламу. Завловский это тот кейс, который хочет работать на локальный рынок, он не хочет работать с иностранцами, во-первых. Во-вторых, все другие компании украинские очень медленные. Мы делали несколько заходов на украинский рынок. Стояла такая цель, которая не была подкреплена ни деньгами, ни маркетом, но внутреннее желание местный рынок как-то его поднять. Стоматология у нас неплохая. Я сейчас про зубы конкретно говорю, потому что разница в 20 раз в ценах между условным Лондоном и Львовом есть прямые перелеты. Согласен, но есть Турция, которая плюс-минус такая же по цене. Как Украина, да? Плюс-минус как Украина. И в Турции очень налажены все на медицинский туризм. Все делают быстро. Есть логистика, есть все сервисы. Мы с украинскими клиниками некоторыми переписка по 20 сообщений и они там уточняют условия договора, когда речь идет о их интересах, а как будто нам это больше надо. Самое слабое и уязвимое место в бизнес-процессе компании? Есть определенные проблемы с управлением. Это нельзя назвать бизнес-процессом, но это такая цепочка, на которой мы пытаемся сделать связь между действиями ребят и стратегией компании. И у нас в начале, когда было 20 человек, это просто сидим в одной комнате, все-все понимают, потом 50 человек как-то еще друг друга понимают. В этот момент мы затеваем идею с холократией, от которой берем худшее анархию, отсутствие менеджеров, отсутствие каких-то задач и какую-то типа осознанность. И не создаем никакую хорошую достойную альтернативу, как сейчас компания управляется. То есть я сейчас за собой вижу грешок в том, каким образом доставляется стратегия до ребят. У нас нет регулярного мероприятия, например, собираться раз в неделю, делать какое-то планирование. Мы делаем раз в квартал вылазки, на которых обсуждаем, что мы будем делать. По пути много чего меняется и с этим есть определенные проблемы у компании, потому что я в хаосе себя чувствую прекрасно, а не все ребята справляются с таким ритмом и переменами регулярными. Ты это почувствовал на этапе после 20 человек в команде? Или так просто сложилось? 30-40 человек мы еще нормально. Это чувствовалось каждым следующим человеком все больше и больше. Но вот сейчас, когда нас 80, это сильно ощущается. Как видишь решение? Это по сути проблема коммуникации, то есть сверху вниз? Это проблема отсутствия процесса в этой точке. Как видишь решение или не вижу пока? Вижу. Нужно ритуал заводить. Нужно заводить ритуал, который будет регулярный, который будет не факапиться, будет выполняться. Это история что-то а-ля ОКР, только адаптированный должен быть под нашу специфику, под нашу культуру. Значит ты сказал, что тестите в Facebook, а в AdWords туговато. Что-то еще кроме этого? Как вообще сейчас работает маркетинг? SEO. На широкие запросы давай вывалим честную стратегию у вас по ядру. На что вы ориентируетесь? На общую тему как развивается рак или нет? Мы сейчас работаем с тем сегментом, который уже решил лечить не в Украине, решил лечить не в России, решил лечить за рубежом. Мы сейчас ищем тех пациентов, которые условно уже созрели для этого. Постепенно выходим на какие-то общие запросы, но эта история не простая. Там есть свои старые ребята, которые занимаются этим 10 лет, и у них там какие-то свои странички специализированы под эти запросы. Поэтому у нас есть отчет, который показывает какая ценность каждого урла. То есть отчет, который показывает сколько нам URL привлек трафика, сколько из этого трафика мы получили заявок, какая успешность этих заявок. URL на вашем сайте это важно. И по этому отчету мы находим те места, где нужно втопить трафик для того, чтобы в итоге воронка была лучше. Есть страницы, на которые мы приводим, они нам ничего не создают. Есть страницы, которые у нас очень конверсионные и хорошие. Мы их раскачиваем и увеличиваем. Ты как человек, который в SEO давным-давно и профи в принципе в теме, должен понимать, что есть куча сайтов специализированных с трафиком. Не таким как у вас, но все равно 3-2 тысячи у них есть на разные проблемы. Почему вы их не покупаете и не сливаете сами на себя? Что значит сливаете? Покупаешь сайт, у которого 2 тысячи человек по условным проблемам, гинекологическим каким-то болезням. Вы его покупаете условно за доход x24. Потом плавно со статей на этом сайте сливаете на буки мед. Смотри, может это какая-то хорошая идея, хорошие направления. У нас сегодня нету приоритета в том, чтобы вверху в воронку влить очень побольше трафика. То есть не стоит сегодня такой задачи в компании. Мы сейчас работаем с внутренней конверсией. Мы для этого специализируем работу докторов. Мы для этого добираем побольше ассортимента клиник. Потому что на некоторых местах у нас проблема с конверсией. Это специфика любого маркетплейса. Есть определенный спрос в точке, есть какие-то решения. У нас есть места, где у нас нету решений. То есть там трафик есть, а нету, что этому трафику предложить. Поэтому у нас сегодня такие хорошие проблемы, продуктовые проблемы, как внутри сделать получше воронку, как внутри сделать побольше решений. Трафик сверху нас сегодня не интересует. А инвесторы этим довольны? В твоем ответе считается то, что вы не хотите форсировать события для того, чтобы отточить продукт, отточить воронку, я правильно понимаю? Совершенно. А потом уже наваливать. Конечно. Я считаю, что так все должны действовать. Вам уже три года? Да. То есть понятно, что процесс этот не остановится никогда. Вы всегда будете улучшать. Почему сейчас не наваливать сверху, чтобы вырасти в номер один в мире? Такой подход он не будет создавать качество. Где проблему ты видишь? Почему ты так не делаешь? Почему вы так не делаете? Смотри, я не хочу делать неэффективную работу. То есть на самом деле все кроется в эффективности. Если мы сегодня будем сверху наливать, то наша воронка еще сузится. Потому что мы не можем быстро набирать квалифицированных докторов, которые могут хорошо общаться с пациентами. Мы не можем каким-то чат-ботом закрыть общение с пациентом, у которого своя проблема. У нас ручной труд и у нас сегодня один из боттлнеков. Это то, какая пропускная способность наших докторов. Поэтому если мы сверху что-то навалим, мы захлебнемся и мы не сможем выдать то качество, за которое мы сегодня очень гонимся. То есть вы просто не сможете обработать количество этих заявок, которые быстро возрастут? Хорошо обработать. Перезвонить через не 10 минут, а 5 часов мы сможем, но это не наш формат. Какой процент роста годовой сейчас тебя устроит вообще? X3. X3 ежегодно и вы? В этом году X3. Мы не идем X3. Как идете? X2 идем. X3 пока не слетает. В прошлый год был X3, как я понял? Может даже больше. По какому-то интервью? Около X3, да. Расскажи, как организовываешь сейчас рабочий день обычный стандартный? То есть чем занимаешься в компании? Как коммуникация допустим? Это митинги постоянно? Или ты сидишь за компом, работаешь и переписываешься в чатике? Нет, все время движ. Перед офисом у меня тренировка, в офисе оказываюсь где-то в 9 часов обычно. В 9 часов у меня изучение аналитики, результатов транзакций. Я бегло просматриваю все заказы, как мы их обработали. После этого начинается текучка, проблема центричных разговоров. То есть мы там с ребятами обсуждаем какие-то проблемы. Это с каждым менеджером. У меня регулярная встреча один раз в неделю. По ситуации их может быть очень много. То есть я там люблю прийти человека выдернуть и начать разговаривать вокруг чего-то. И в принципе вечером я еще делаю контроль качества, слушаю разговоры, это у меня постоянная история. С клиентами? Да. На английском, на русском? Без разницы. Хорошо, что это дает в последнем случае. Можешь вспомнить? То есть чем ты был недоволен, что вы потом обсуждали с доктором допустим? Я часто недоволен тем, как мы понимаем потребность клиента. Я сам по себе очень такой сцикливый пациент по душе. То есть я как только чувствую, что у меня где-то чешется, я сразу там на чекап еду и начинаю делать. Я очень сильно как бы сам являюсь клиентом и поэтому я перемещаюсь на место клиента и пытаюсь оценить этот разговор с нашим координатором. Насколько мне полегчало после этого разговора? Насколько меня правильно услышали? Пациенты, они большинство своих запросов не говорят. Стесняются сказать, они что-то обходят. Поэтому тут каждый доктор, он должен быть психологом, он должен чувствовать, что говорит. И вокруг этого есть регулярная работа. Можешь приезжать, точнее не приезжать в офис, допустим, три дня на неделю? Я каждый квартал на две недели куда-то уезжаю. Куда последний уезжал? В Бали. Там тема, да, нравится? Мне вся Азия нравится. То есть Азия это, например, номер один в мире? Я все объездил, да. Хорошо, а вот так вот, если ты в Киеве, допустим, не приехать два или три дня, потому что работается хорошо дома. Делаешь так практику? Никогда дома не работается хорошо. Я не работаю дома. Почему? Я не могу работать дома. Что отвлекает? Диван, телек. Телек смотришь? Да. Что смотришь по телеку? Discovery. Это еще да, ладно. Оставим тебе шанс. Интере я не смотрю. Это хорошо. Понятно, значит дома не можешь работать? Нет, мне дома не работается. На выходных не работаешь? Я как-то пробовал, я понял, что если я выхожу на улицу в будний день и вижу, что это будний день, а не выходной, мне некомфортно. Мне разрывает, мне нужно ехать в офис работать. Если в субботу выйти гулять, видно, что это выходной день, я себя комфортно чувствую. Дома комфортно чувствую. То есть ты на выходных не работаешь? Нет, я на выходных работаю, но дома. Но дома все-таки, то есть получается работа на выходных дома? Да. Хорошо, а как относится семья? Я же не только работаю, мы отдыхаем, это поход на рынок, это какая-то может быть рыбалка, это может быть какая-то активная часть, а потом 2-3 часика посидеть поработать нормально, покурить кальянчик параллельно вообще супер. Сколько кальяном куришь, кстати? 2-3 раза в неделю сейчас. Какой сейчас максимальный чек для лечения был через вас? Это пересадка сердца легких. Это где? Это в Индии. Я читал в одном из твоих интервью, что Индия это Мекка, а сейчас пересадки именно вот таких очень сложных пересадок, типа сердца или еще что-то? Сердце легкие, разные трансплантации делают в Индии. Каким образом Индия стала столицей вот этой темы? Именно пересадки, а аварии? То есть они натренировались, да? Нет. У них, во-первых, разрешено у другого человека взять орган. Во-вторых, за счет населения и за счет брутальной истории, авария случилась и все. За счет этого у них база доноров очень высокая. То есть это доноры в Индии, понятно? Да. Такой второй точки в мире недель нет. И там правильно я понял, чтобы закрыть эту тему? Не очень приятно. Очень быстро можно. То есть не то, что ты будешь ждать полгода в Америке. В этом? Да. То есть ты выиграешь время, если ездишь в Индию. Хотя цены будут такие же, как в мире, да, большие или нет? В Индии это самая низкая цена. Она от Америки отличается в десятки раз. Во-вторых, в Индии доктора, которые там проводят операции, у них там эта операция номер тысяча какая-то. Они самые опытные. То есть за счет того, что туда конвейер, туда со всего мира, это самые опытные доктора. А где был кроме Азии, что понравилось? Нигде. Мне Азия только нравилась. Я нигде так не кайфовал, как в Таиланде, как на Мальдивах, как на Бали, во Вьетнаме. Любимое место тогда в Азии? Одно если выбрать. Не страна, а место? Самый. Там вот такой релакс, который если ты в стрессе, если ты каждый день взаимодействуешь с кем-то недовольным, ты перемещаешься на Азии и там тупо все улыбаются, это начинает потихоньку-потихоньку тебя восстанавливать. Сколько ты максимум времени проводил? Две-три недели. То есть ты не ездишь на месяц, на два? Нет. Почему? Не можешь? То есть в смысле тащить назад? Дорого. Дорого? На Азии? Вряд ли. Не люблю, я не могу. Мне с десятого дня уже, с восьмого дня меня уже тащат обратно. Поехать на отдых, залипнуть на пляж и открыть книжечку. Первую, вторую, третью, четвертую. В этот момент у нас собирается уже такой пул идей, которые нужно ехать и внедрять. Идеи и энергии. Последняя книга, которая интересная? Predictable Revenue. Это о чем и кто? Это Salesforce, это построение воронки. Это книга, которая номер один. Ее в русском нет, но на английском она очень классная. Хорошая книга еще экспоненциальный рост. Хорошая книга, которую я не смог никак внедрить по менеджменту, это развитие бизнеса. Верн Харниш написал. У него есть еще там секреты Рокфеллера, привычки Рокфеллера. Интересно. Мы вообще читаем. У нас библиотека где-то, наверное, 300-400 книжек онлайн. Она доступна всем сотрудникам. Каждый может себе скачать книжечку почитать. Делали опрос. У нас ребята делают где-то 2-3 книжки, каждый месяц читают. Я еще про инвестиции спрошу. Это первый твой опыт привлечения инвестиций? Да. Лично твой? Да. Если бы сейчас делал другую компанию гипотетически опять инвестиции или как другие компании, которые были до этого на свои? Зависит. От чего? Зависит. Зависит от того, нужны они или не нужны. То есть я не могу сказать какая была виртуальная компания. Нам нужны были конкретно. Для оборотки вам нужно было? Смотри, у нас вначале своих хватило. Потом мы придумали брать у клиник деньги. Потом какой-то бутстрап у нас пошел, в котором тоже все было нормально. А потом мы начали понимать, что надо еще 2 программиста, но уже тут не вытаскиваем. Мы сами нормально не вытаскиваем. Поэтому нам нужны были инвестиции. Как вы в следующей компании? Я скажу, что в целом у меня опыт работы с фондом в моем кейсе, он очень хороший. Потому что это некая дисциплина, которую раз хватал. Нужно провести борт, нужно к нему подготовиться, нужно показать результаты. Я думаю, что многим ребятам это не нужно, которые сами собраны. В случае, если ты растяпа на расслабоне, то такой партнер он классный. Ты сейчас про себя говоришь? Да. А почему? В чем проявляется? Во сколько приезжаешь в офис? С утра. Хорошо. В чем тогда проявляется растяпа? Так, опять мы его разбудили. Я поджигатель и у меня очень много разных идей. Их настолько много, что я просто не закрываю и их не завершаю. Поэтому это создает свои определенные издержки. И когда у тебя есть фонд, когда у тебя есть ответственность перед партнерами, это дисциплинирует. Хорошо. Сколько в Буки Медиа твоих денег изначально и партнера? Небольшие цифры, но где-то 30-50 на старт. Оба равноценно занесли по 30-50? Я инвестировал. Соответственно, у партнера больше инвестиций? Какая доля? Нет, мы с ним 50-50. Хорошо. А инвестировал партнер? Партнер инвестировал, я инвестировал. А как так? Я прокредитовал. Компания тебе возвращалась с процентом? Да. С процентом? Без. Сильно. И вернул еще. Еще не вернул? Да. И сейчас 50-50? Да. Хорошо. Как вы работаете в компании за зарплату? Я не хотел это делать. На самом деле какие-то мысли вокруг этого были. Не та история, в которой нужно было на старте что-то отгрызть. Потому что у нас хотя до этого был опыт, мы совместно запускали проект и совместно его закрыли потом успешно. Маркетплейс тоже оконный в Украине. За сколько продли? Мы его закрыли. Закрыли успешно в кавычках? Мы его бесплатно закрыли и это хорошо. Потеряли сколько хорошо? Партнера очень много. Он вложил туда очень много денег и больше 100 тысяч долларов. Соответственно тут был реверант с твоей стороны? Букемед я, но Букемед не потеряли и Букемед у нас получился. Я понял. Я к тому, что тут, поэтому ты и заносил деньги. У нас история была не про то, чтобы друг друга как-то отгрызть. Мы так уверены в нашем партнерстве, поэтому я нормально отнесся к тому, чтобы регистровать. У него со своей стороны были свои вложения не денежные, но очень сильные. Хорошо. Как вы сейчас работаете в компании за зарплату? Да. Какая? Скажешь? Это обязательно. Вообще нет конечно. Вообще не скажу. Сколько тратишь в месяц тогда? Скажи. Где-то 5-10 в зависимости. 5-10 тратишь? Да. В Киеве? В Киеве плюс путешествия. То есть включаешь сюда? Это в средний такой расход, да. Хорошо. А летаешь чем? Бизнесом? Хороший ответ. Бизнесом? Нет, я никогда бизнесом летаю. Хорошо. У тебя есть подарок классный. Не договаривались? Мы сделаем для самого яркого вопроса, интересного вопроса, мы сделаем чекап. Вот вообще полностью чекап. Ты гонишь что ли? Я тогда выиграю? Ладно. Хорошо. В какой стране? Турция хорошие чекапы делает. Во-первых, они не самые дорогие, но их можно разрешить. Во-вторых, Стамбул красивый город, а в-третьих, там классная программа чекапов. Прилететь туда человек сам должен? Я думаю, что это не проблема. Человека? Да, в Турцию билет стоит 100 долларов. То есть это будет в Турции? Город вы скажете? Кто готов и выиграет чекап? Это будет точно. В Турции, Стамбул город, другого нет города. И билеты нужно будет взять, остановим и сделаем. Хорошо. Дата будет плавающая. Когда человеку удобно? Да, 100%. Круто. Так, сейчас что я хотел собственно спровоцировать? Спровоцировать обсуждение и комментарии внизу. У Жени огромный опыт digital агентства. SEO-шная история. То есть в принципе на эту тему можно там позанудствовать и поспрашивать. Но лучше конечно спрашивать на тему бизнеса, на тему сейчас текущего проекта и бизнес-модели маркетплейса. То есть вот это будет, мне кажется, самое то. То, что я сейчас больше всего изучаю и начинаю разбираться это маркетплейс-история, то, что во мне с школы это SEO-шка. Можно по поводу SEO-шки спрашивать. Агентский бизнес это 100% какие-то проблемы, нюансы, у которых я прожил 12 лет. Я тоже могу дать какой-то хороший совет на этот счет. Зачетно. Тогда подсуммирую. Вот эти все вопросы welcome. В любом случае Женя придет в комменты и поотвечает на них. А кроме того еще выберет, наверное, ты выберешь один лучший, ты ему предложишь чекап. Если человек согласится, человек едет. Если человек не сможет поехать, предложишь второму. То есть кто-то точно выиграет. Давайте в комменты. Я думаю, что лайк в любом случае контент очень полезный, не считая этого подарка. Так что лайк за контент. Если контент вам не понравился, то лайк за подарок, подписочка, если вы смотрите впервые или до этого просто не подписались и колокольчик. Это очень важно на ютубе. Ждем вас в комментах. Спасибо, что посмотрели. Спасибо за интересную информацию.